В Наринмарском автотранспортном предприятии выбирают лучших по профессии. В ежегодном конкурсе профмастерства принимают участие водители, кондукторы и автослесари. Имена победителей назовут на торжественном мероприятии, посвященном Дню Работника, автомобильного и городского пассажирского транспорта. Александра Литкова расскажет подробнее. Проезд по кругу, змейка и заезд в бокс. Выполнить эти упражнения нужно, не задев ни одной кегли. Даже опытным водителям автобусов сложно маневрировать. Денис Лиходед в конкурсе профессионального мастерства среди водителей Наринмарского автотранспортного предприятия участвует не первый раз и даже представлял Ненецкий округ на всероссийском уровне. И на этот раз он преодолел полосу препятствий без замечаний. В принципе, все это дело проходимое. Просто в этот раз у нас первый раз за все время проведения конкурсов круг получается против часовой стрелки и также задним ходом. То есть даже если где-то вот в остальных моментах мы участвовали, там получался круг всегда по часовой стрелке. Ну и в придачу вот добавочная у нас еще была яма. В этом году конкурс водителей впервые провели на автобусах большого и среднего классов. За руля засели шесть водителей. На пазах соревновались пять человек. После практических заданий по вождению – теоретический тур. Теоретическая часть конкурса – это знание правил дорожного движения. То есть они будут решать задачи, которые есть в билетах по правилам дорожного движения. Будет также 20 вопросов, на которые они должны ответить. Там тоже учитывается время ответа. Ну и правильно, само собой. То есть лучшие, кто правильно ответил, понятно, получат больше баллов. Кто больше допустил ошибок, получат меньше баллов. На следующий день между собой соревновались кондукторы предприятия. Конкурсантам необходимо было пройти тест на знание транспортной безопасности, оказание первой медицинской помощи, правил пассажирских перевозок и противопожарной безопасности на предприятии. Сложно, конечно, на вопросы отвечать, волнение какое-то присутствует. Готовились, информацию все, интернет, информация, что знаем сами. В основном все знакомо, все по работе. Второе задание – на время посчитать выручку за смену из одинакового количества монет разного номинала. В этом году участие в конкурсе приняли пять человек. Коллектив кондукторов уже устоявшийся, сложившийся. Девочки как-то охотно участвуют в конкурсе, нравится им это. Потому что вопросы в конкурсе, в принципе, то, что касается работы кондуктора. Вопросы были составлены из локально-нормативных актов, то есть федеральные законы, то, что они непосредственно должны знать в своей работе. 27 октября за звание лучшего на предприятии будут бороться слесари по ремонту автомобилей. Кто же станет победителем во всех номинациях, жюри конкурса объявит 29 октября, в день работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.